Добрый день, друзья! Сегодня хочу поделиться с вами замечательными натуральными средствами для чистки дома и кухни. Приближается чистый четверг и я надеюсь, что эти средства вам помогут. Все ингредиенты есть в каждом доме. Начинаем готовить первое средство. Кожуру апельсинов, лимонов, мандаринов, все, что у вас есть, складываем в литровую банку и заливаем уксусом. Наливаем столько уксуса, чтобы полностью вся кожура была покрыта и убираем в кладовку в любое темное место на две недели. Через две недели процеживаем и заливаем в любую бутылочку спрей и используем. Идеально для ванны, для туалетной комнаты, для чистки унитаза. Хорошо снимает затвердевшую солевые налеты. Для душевых кабин тоже очень универсальное концентрированное уксусное средство. И также ароматное. И следующее средство также на основе этого ароматного уксуса. Наливаем примерно 1 треть часть уксуса, добавляю 2 полные столовые ложки кондиционера для белья и заливаю также воду. Воды примерно столько, сколько мы добавили сюда уксуса. Один к одному. Перемешиваем. Идеально для всех поверхностей, для кухни поверхностей, для столов. Можно все протирать и дезинфицируют. И аромат приятный. То есть можно все мыть. Следующее средство именно для кухни. 2 столовые ложки перемолотой цедры цитрусовых, апельсинов, лимонов. Высушить и измельчить в кофемолке. И добавляем соду. Соды приблизительно 4 столовые ложки. Можно добавить немного побольше. Именно кожура цитрусовых, она будет служить как скраб и также как ароматизатор. Посуду чистит просто идеально. Посуда прям скрипит в руках после мытья вот этой содой. У меня специальная баночка с отверстиями. Можно использовать из-под специи баночки. Я заказывала пустые отдельно. Буквально несколько щепоток этой ароматной соды. Потереть и смыть водой. Посуду очень приятно мыть. И также посуда вот прям какая-то шелковая, она скрипит в руках. Готовлю следующее средство. Также я в баночку добавляю 2 столовые ложки сухой горчицы. 2 столовые ложки кофе. Можно использовать уже заваренный кофе. Только обязательно высушите его, чтобы не было влаги. И также 2 столовые ложки соды. Вот и все, наше средство готово. Я добавила чуть больше соды. Банку хорошо встряхнуть, им можно мыть посуду. Посуда также получается идеальная. И кофейный скраб вымывает любые твердые загрязнения. Вот столько средств получилось из самых обычных ингредиентов, которые есть в каждом доме. И всегда они под рукой. Делайте, пользуйтесь с удовольствием. Буду надеяться, что эти рецепты вам пригодятся. До новых встреч!